приветствую вас на первом циничном канале и сегодня я хотел бы обратиться к одной категории камрадов которые уже давно уехали из россии 5-10 лет и уже более-менее легализовались за рубежом может быть гражданство может быть стойкий вид на жительство ну стойки которые вы понимаете как продлевать не туристические по работе и может быть гражданство на подходе предупредить хотел бы вас об одной опасности которая может вас подкарауливать в самое ближайшее время дело в том что после начала войны после мобилизации было два потока иммиграции сначала наверное треть примерно уехала людей ну из тех кто уехал когда война началась 24 февраля потом наверное две трети когда уже петух жареный клюнул в одно место то соответственно еще две трети уехала и многие ехали парами многие камрады говорят что нет парами не ехали все там мужик в лучшем случае уехал а в худшем там давай дорогой иди подыхай нет не обязательно на начало войны я был в грузии очень много приехала молодежи парами разные пары разных возрастов то есть это и там девушки российские прости господи со своими там оленями зачастую это и госсупруги это уже такие сложившиеся госсемьи с госсупругами все по полной программе с загсом так вот что может произойти в ближайшее время тут нужно сказать о специфике которые в эмиграции возникает дело в том что для того чтобы находиться в эмиграции длительное время ну чтобы не вылететь попросту чтобы легализовываться зарабатывать более-менее как там устраиваться жена неважно там жена госсупруга девушка неважно должна быть реально помощницей полным так сказать ассистентом по всем вопросам потому что мужчина просто не вытянет очень много возникает вопросов стратегического плана который нужно решать и если будешь отвлекаться на тактические вопросы то просто не вытянешь ну сдохнешь наверное раньше или попросту вылетишь из эмиграции так вот вариант что дорогой сегодня я помыла посуду а завтра ты должен быть он вообще не прокатывает вот это вот постоянное подчеркивание равенства на практике только там где она выгодно посуду давай мы вместе будем мыть а что-то тяжелое донести то это только ты это вне очереди так сказать то что очень любят женщины в россии искать некого равенства мы равны но платишь ты примерно так вот здесь весь этот поиск равенства не прокатывает она должна быть помощницей она должна наоборот максимум пытаться сделать чтобы помочь не думать что блин переработала сделать максимум уж не не доработали не 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 доработала ли она нельзя ли сделать что-то еще чтобы мучение жизни облегчить потому что очень много вопросов возникает которых в россии не было до качество и уровень жизни тоже растут но и вопросов особенно по первости накладывается дополнительно много может быть потом все это каким-то образом сгладится но сначала когда он идет эта первичная легализация то что я называл карантинный период вопросов много работы много так вот еще следующий момент в россии тетки очень часто разводятся себе в ущерб разводится будь то госбрак просто там отношения ломают будь то ну какие-то отношалки не госбрак себе в ущерб то есть в конечном счете что получается каждый раз ей кажется что она достойна лучшего и зачастую даже тетка найдя ну редкий оленей вариант то есть ресурсного оленя но который будет для нее там всем жертвовать такого странного дурачка с биполяркой с одной стороны он может найти деньги с другой стороны он их сливает на нее так вот она все равно считает что она достойна лучшего мало разводится и с этим в конечном счете чем это кончается ну хрущевкой в 40 лет и сумасшествием все там принца меня голыми руками не возьмут олигарха я еще буду смотреть какого звена олигарх самый ли высокий и так далее но там уже просто капец то есть они так или иначе даже если найдут очень хороший вариант который там один на десять тысяч они его сольют потому что никогда не будет насыщение всегда и будет казаться блин продешевило все-таки вот и это особенность от нее не уйдешь они с собой и тоже повезут в любую страну поэтому что произойдет с одной стороны она как не помогала так и не будет помогать она там будет все равенство какое-то смотреть что не дай бог на копейку переработаю с одной стороны и я уже сказал что это на копейку переработаю это значит что по 90 процентам вопросов ты все решаешь а вот эти 10 процентов которые я тоже могу 90 она даже не может решать а вот эти 10 которые я могу решает но в смысле женщина не дай бог давай вот по 5 делить прям не дай бог я в этих пяти процентах переработаю так вот таким образом с одной стороны ей будет казаться что она перерабатывает постоянно и она просто может развалить иммиграцию то бишь мужчина просто надорвется тянуть двоих ему одного тянуть довольно сложно с одной стороны с другой стороны она постоянно будет считать что достойна чего-то большего и так далее и тут возникает вопрос ну который возникает и в россии замена оленей то есть нужно менять оленя нужно искать более ресурсного того которого она достойна она потом и его сольет но тем не менее вот на первых парах нужно его искать так вот кого искать и здесь в мужском движении есть понятие там перелетный олень олень ракета-носитель то бишь уехать со своим оленем а уже потом на местного перепрыгнуть на не просто легализованного на гражданина и уже из него там соки сосать но друзья на местного перепрыгнуть во-первых тут сразу несколько вопросов возникает во-первых язык многие говорят что для иммиграции нужен язык и ага как же без языка эмигрировать я говорю что для миграции он не нужен что в принципе сервис вы можете получать и на русском языке и на ломаном английском так вот а вот для поиска оленя нового гражданина язык как раз нужен ну на каком языке она будет с ним разговаривать на ломаном английском ну может быть если олень совсем уж там жареный какой-то упоротый может быть но в принципе то ну как бы как общаться на первых порах когда мы версию крутить как этому оленю объяснить что она такая загадочная необычная язык нужен а языка как правило нет у основной массы все-таки у основной массы россиян не только там женщин но и мужчин язык иностранный йог если она скажем так прошаренная то бишь переехать со своим оленем пойти сразу резко язык учить есть такие прецеденты что ты давай дорогой работой а я буду язык учить мы будем адаптироваться выучить за пару лет язык и уже тогда искать оленя местного это один момент но если она скажем так торопится хочет все и сразу то она не найдет этого оленя потому что она вчерашняя россиянка язык она не знает каким образом искать оленя непонятно язык йог зачастую это один момент второй момент все-таки сейчас не 90-е годы железный занавес советские сняли не вчера и за рубежом и в европе и в штатах и в других странах уже многие скажем так граждане этих стран они уже примерно представляют что такое russian ел что такое российская жена тренд уже спал то есть это либо сам человек обжегся либо у него есть знакомые которые мы скажем что слушай загадочная русская душа ну в лучшем случае ты останешься без имущества но жив вот имущество здоровье это еще полбеды может и на тот свет угнать поэтому такого уж ажиотажа нету европейцы сейчас за российскими женами в очередь не встают поэтому олень довольно таки редок и тут друзья опасность как раз может грозить вам на тем кто уехал давно тем кто легализовался вот вам-то демоверсию будут крутить почему потому что фактор языка убирается язык вы знаете возможно стоило заводить на самом что на есть русском языке это один момент второй момент это уже ваша психологическая особенность ну не знаю как конкретно вот вас и кто смотрит но по мне все-таки ностальгия она в той или иной степени будет проявляться всегда по первости она просто ломает очень сильно потом ну что называется она присутствует так вот вы можете поверить в родственную душу искать даже среди местных кого-то или не искать никого не искать никого до оптимальный вариант но если вы не созданы для такой отшельнической одинокой жизни может не получиться и искать среди либо местных либо там других гражданок других стран ну как бы менталитет разный а тут вот она все понимает мы не просто на одном языке говорим на русском мы говорим об одном и том же это во-первых а во-вторых даже прожив там год где-то за рубежом она может надавить вам вот на эту вот иммигрантскую тоску вы может она может начать говорить о вообще иммигрантских делах о легализации и вы увидите некого такого младшего младшую сестру в ней потому что у вас уже все это позади ну вы помните как мучились этой легализации а она вот в этом еще варится ну и что называется сыграет в вас оленяка там помочь захочется и так далее вот то есть вы в принципе в одном мире живете как бы в мигрантском но она слабее намного в этом мире у вас такие олени инстинкты дорогая сейчас я тебя защищу вот могут включиться то есть ностальгия общность менталитета ну как-никак россию вы знаете лучше чем иностранцы и вы и она и вот это вот некий младший иммигрант такая младшая боевая подруга так вот друзья будьте осторожны раньше оленей жевали хотя бы сейчас их целиком глотают во первых вы не были уже какое-то время в россии даже если вы туда заезжаете всей ментальности вы не поймете деградация там идет очень быстро и даже то что там в нулевые годы как отношения строились это скажем так желание сдаить оленя то сейчас это уже костей не оставляют то есть его сжирают попросту второй вариант это то что никогда она довольна не будет и скажем так сойдясь с вами она все равно будет дальше искать 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 то есть только просто поломает вам там как это жизнь и все деньги 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 мало сколько бы их не было понимаете что их не может быть много все ваши соображения что у меня достаточно денег я выше среднего живу как это искать как это куда и лучше искать по друзья она сломает с вами отношения должны потому что нашла больше а потому что перманентную считают что больше заслуживает и нету той суммы которую для нее было достаточно она всегда заслуживает больше на самом деле столько денег не отпечатали сколько она заслуживает то бишь отношения с вами будут также сломаны потому что весь свой менталитет оно привезет из России дальше дальше к вам будет зависть попросту это знаете это отношения к западу в целом российская Ему завидовали, его ненавидели, ему завидовали, перед ним преклонялись. Вот здесь то же самое. То есть это такой конгломерат ненависти, зависти и преклонения. Что у вас денег много. С одной стороны вы там буржуй загнивающий, предатель, враг народа. С другой стороны у вас денег много. Это из серии отношений маргинальщины к так называемым буржуем. Там, слышь буржуй, дай папиросочку, у тебя штаны в полосочку. То есть с одной стороны они их презирают, расстрелять не против. А с другой стороны дай папиросочку. Вот это обязательно будет. Поэтому будьте аккуратны. И самое главное, что вы даже не представляете, и я уже не очень представляю, что делается в России. Я вот скоро год в Россию не заезжал. А вы если там 5-10 лет, то в последние годы деградация там шла колоссально. Поэтому разведут вас просто, ну как семечку разгрызут. Будьте осторожны. Через вас попытаются получить легализацию. Разумеется, потом либо круг повторится, что вы будете искать еще там более ресурсного соотечественника легализованного. Либо, соответственно, уже местного гражданина. То бишь для полной легализации. И еще один момент. Все-таки смотрите, когда тетка будет разводиться, замуж выходить разводиться, выходить разводиться в России, она не сразу придет вот к этим 40 годам в Хрущевке, к сумасшествию. Это будет постепенно. То есть, если она там начинает, скажем так, ловлю в 16-17 лет оленей, вот, и, соответственно, уже в тираж выходит где-то 30 с плюсом, ну, когда начинает резко падать цена на отношалке с ней, когда олени уже предлагают не то же самое, что там 20-летний, так вот, это все будет постепенно. То есть, там целая череда оленей произойдет. А что касается эмиграции, тут все будет резко. Допустим, своего оленя она слила, либо подставила так, что он там слился в Россию обратно, куда-нибудь на мобилизацию поехал. И что делать-то? У нее сразу легализация кончается. Поэтому вам будет откручена значительно более качественная демоверсия. Потому что все, у нее легализация горит. То, что в России определяется примерно 15-ю годами, ну, там 20, не знаю, 18-33, вот примерно, да, вот этот момент, когда она может, ну, более-менее там рыбачить на оленя, то в эмиграции он будет месяцем определяться. У тебя есть вид на жительство, вот его срок прописан, и дальше у тебя там, не знаю, условно, 10 дней на выезд. Поэтому для нее сроки поиска оленя с легализацией будут очень-очень ограничены. И ради такого дела вам могут крутануть демку. В России сейчас демка не крутится, потому что оленизм уже такой степени достиг. Ну, грубо говоря, 20 оленей хоровод водят. Один сказал, что что-то ты, дорогая, с меня уже 3 шкуры дерешь, как бы меня это не устраивает. 19 осталось. В России сейчас демку никто крутить не будет. А вам могут крутануть демку, потому что очень жмут сроки легализации. И вариант там за 3 года достать 10 оленей, ее может не устраивать. Нет у нее 3 лет. У нее есть, может быть, там до конца этого месяца текущего сроки. И все, нужен олень. Поэтому вам будут крутить демо-версию просто по первому классу. И будьте уверены, вам отомстят за каждую секунду этой демо-версии. Потому что, естественно, она считает, что демо-версию крутить должны вы, а не она. Вы должны заинтересовывать, добиваться и так далее. И уж если ей придется самой заинтересовывать и добиваться, вы представьте, на какую жертву психологическую она идет. Она отомстит вам за каждую секунду этого добивания, попытавшись нагадить, унизить и так далее. Нервы попортить. Поэтому будьте аккуратны. Не ведитесь вот на эту родственную душу. Это всего лишь очень качественная приманка, друзья. Вы легализовались, и вы даже не представляете, что вы из себя будете представлять. Не представляете, что будете представлять. Через, допустим, год, когда в России уже полностью будет ахтунг. Это какие-то могут там олени говорить, что мне бренды не нужны. Ушли там и черт с ними, с российского рынка. Мне это не нужно, тряпки какие-то там фиговые. Ей нужны, поверьте. Она ради этого людям судьбы ломает. Она детей без отца оставляет. Она, собственно, ломает судьбу мужу и так далее. Ей бренды нужны. И поэтому ваш доступ и ваша возможность там находиться за рубежом, она ей нужна. Это оленью, может быть, не нужна. Что у него там, вахта, с вахты на мобилизацию. Да пошли они все эти бренды. Это ему пошли, а ей не пошли. Она ради этого многое делает, скажем так. Ребенком нельзя достичь денег абортировать. Можно достичь, значит, через алименты канать. Поверьте, она не вы. Ей могут быть нужны. А для вас это обыденность. Вы даже можете не представлять, живя за рубежом, заходя в какие-то торговые центры. Ну, как было, все так и есть. Все те же самые марки, бренды, там все это есть. Но вы не представляете, какую это будет ценность иметь для выходца, ну, выходки в данном случае, из уже такой конкретной России. То есть она уже конкретная сейчас. Там практически ничего нету. Но когда продадут запасы, которые там еще кое-как остались, она будет еще конкретней, эта страна. То есть это будет такой классический совок с дефицитом, с безденежьем, все по полной программе. То есть вы даже не представляете, что для нее могут означать обычные для вас вещи, ради которых вам демку открутят по первое число. Ну вот, друзья, будьте осторожны.